Министр обороны США Эштон Картер назвал главных соперников военно-оборонной деятельности. Среди них оказалась и Россия. Россия и Китай являются сильнейшими нашими соперниками. Они разработали и продолжают совершенствовать такие военные системы, имеющие целью превзойти наши преимущества в определенных отраслях. И в некоторых случаях они разрабатывают оружие и хотят достичь своей цели как можно скорее, перед тем, как они надеются, мы сможем ответить. И по этой причине, а также из-за их действий от Украины до Южно-Китайского моря, Пентагон изменил приоритеты в распределении бюджета и в оборонном планировании. Всего на военные расходы США Пентагон предлагает выделить в 2017 году более полтриллиона долларов. Главные траты будут сосредоточены на таких проблемах, как Северная Корея, ИГИЛ, Китай и Россия. Эштон Картер говорит, нынешняя ситуация с безопасностью значительно отличается от той, с которой США имели дело последние 25 лет. Генеральный секретарь НАТО Диан Столтенберг приветствовал предложение министра обороны США Эштона Картера значительно увеличить американское военное присутствие в Европе. По его словам, такое решение и связанный с ним бюджетный запрос Минобороны на увеличение финансирования – четкий признак твердой приверженности США европейской безопасности. Столтенберг добавил, это будет своевременным и значительным вкладом штатов способность НАТО приотвращать нападения и в коллективную безопасность. Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США намерена просить Конгресс выделить на эти цели 3,5 миллиарда долларов. Планируется увеличить число военной техники и личного состава в странах НАТО в Центральной и Восточной Европе. В Украине растет количество электромобилей. К январю их было уже 568. По сравнению с 2014 годом парк вырос на 393%. Самый популярный электромобиль в стране – Nissan Leaf. Таких почти 383 авто. Вторую строчку занимает продукция компании Tesla. Их количество достигло 42 экземпляров. К 125-й годовщине первого поселения украинцев в Канаде Королевский монетный двор выпустит монету с узором украинской писанки. Это будет первая монета овальной формы. Ее изготовят из серебра и нанесут цветной узор, характерный для писанки. Дизайн разработала канадская художница Энн Мораш. Номинал монеты – 20 канадских долларов. Всего их выпустят 4 тысячи.